а итак небольшое вступление о том как я предлагал воспринимать архитектуру участникам первого потока я им рассказал о том что для меня во многом ура открылась как попытка архитектора или просто человека или человечества выделить из хаоса что-то свое особо как-то его организовать и как-то его определить вот в этих бесконечных волнах разрушения созидания прочего да понятно наши объекты тоже попадают в эту же волну но в отличие например от музыки либо от любого другого вида искусств шанс у наших объектов побороться с хаосом противостоять ему гораздо больше то есть нужно иметь ввиду что мы работаем с вечностью да эта вечность может ограничиться десятью годами работы ресторана либо от ней пол полутора сотен лет жизни вашего дома но по сравнению с продолжительностью жизни человека это практически вечность поэтому и относиться к своей работе нужно так как будто вы не пытаетесь плюнуть в колодец на пытаетесь разгладить воду на бурном пруду хаоса сделать это максимально эффектно эффективно и так чтобы не было за этого стыдно прежде всего неважно какого уровня у вас задача это ограда участка это тоже попытка отделить жизнь семьи которая вам доверилась от хаоса того что происходит на улице дом на участке же самое это попытка делить жизнь семьи уже фактически внутреннюю внутреннюю жизнь семьи от хаоса который у нас природе погоды от птиц насекомых ну вот всего этого движения солнце тоже хаос нам нужно его учитывать то есть вот в этом и заключался смысл первой лекции если коротко мы работаем с хаосом мы с ним не боремся мы используем его силу его части для того чтобы сделать попытку создать гармоничные участки которые этого хаоса лишены вот теперь наверное в вторая часть я попробую рассказать о новом взгляде на самом деле я думаю что любому из вас имело бы смысл хотя бы раз в месяц раз полгода задумываться над вопросом что такое архитектура и пытаться дать себе на него ответ ответов может быть миллион или миллиард вот сколько людей столько и будет ответов а я сегодня расскажу одну из из частей один из ответа который я получил сам для себя откуда вообще взялась архитектура и чем она отличается не от архитектуры потому что вы же со мной можете согласиться что есть часть зданий которые являются убежищем да но не являются архитектуры вот где эта разница где эта граница когда происходит при превращении сооружения в обед архитектурная мысль а как нам проверять себя зная ответ на этот вопрос и и смысл глядя на свою работу отвечать самому себе ты занимаешься архитектурой или строишь убежище вот об этом я и хочу рассказать почему вы сейчас видите вот эту линию на песке ну потому что наверное это очень хорошая иллюстрация того что когда наши предки долго бродили о берегам океановый рек расселяясь по всей планете наверное вот это вот черта на песке она позволила в какой-то момент человеку осознать до чтобы до этой черты здесь это моё это наша мы внутри там это внешний мир это чужого то есть мне кажется что вот эта линия это как раз и есть первая попытка отделить свое от чужого внутренние от внешнего я понимаю что у вас могут возникать сейчас вам вопросы пытайтесь их как-то записывать после того как я закончу мы займемся обсуждением этой темы но мне кажется еще раз повторюсь что архитектура и и начатки они как раз вот в этих линиях на песке когда человек смог делать круг вокруг себя до или просто отделять линию и говорить вот все здесь мои это моя граница дальше за граница уже приобрела какие-то черта и мои формы материальные объемные на это наверное самое простое сооружение которое с которого скорее всего и началась жизнь человека под крышей вот такая вот хижина эти типы зданий распространены и в африке и в юго-восточной азии ну короче везде где в общем-то тепло и может быть такие сооружения были бы и не нужны но в них уютнее как только человек стал задерживаться на каком-то месте чем чуть чуть дольше чем обычно ему понадобилось убежище архитектура это наверное еще нет убежище это да то есть это совершенно утилитарный объект нужно было отделить внутреннее пространство от внешнего мира определить свое от чужого да здесь нет дверей но афина в которой этот дом стоит там совершенно четко это граница воспринимается посторонние туда войти не может и свою функцию это убежище выполняет дальше естественно уже начинается развитие и вязанное с использованием других материалов не только их которые были в лесу поскольку чек россии расселял свои в пустынях и где угодно и в зависимости от того какой материал был под рукой вот это убежище его форма его конструкция начали меняться я понимаю что я захожу очень издалека но надеюсь в конце вы поймете к чему я веду и почему это потому что вот первое да вот такие совсем утилитарные объекты вдруг начинают приобретать какие-то формы ну наверное с природой уже не очень связано этом тема почему это получается непонятно у меня есть версия я ее проиллюстрирую на примере архитектуры которая нам близко от нашей отечественной родной которую мы видим каждый день просто здесь очень мне показалось очень такой характерный прием на видно родство этих форм и виден очень резкий качественный переход то есть вот здесь уже не только функция здесь почему-то строителям вот этих сооружений показалось очень важным донести какую-то информацию помимо того что это вот чье-то жилье здесь уже заложена символика которую мы с вами к сожалению читать не умеем вот она есть однозначно и вы с этим спорить не будете мы сейчас смотрим на это как текст написаны на непонятном языке но тем не менее вы чувствуете что этот текст есть он там заложен хорошо бы его научиться читать но пока не умеем дальше значит появились первые сооружения уже и сакральные и поменялась форма и отношения к тому как человек выделял в хаосе природа свой внутренний мир в какой-то момент опять же произошел очередной скачок качественный и вместо круглых совершенно естественных в плане сооружений появилась портогональная сетка вот этому сооружению около шести тысяч лет это махеджедара это очень древнее сооружение твой очень древняя культура это еще каменный век вот это где-то любит т.п. этому сооружению 10 тысяч лет можете себе представить это восьмое тысячелетие до нашей эры восьмое то есть древность просто чудовищно то есть тогда еще даже бронзовых орудий не знали это налить и тем не менее уровень обработки камня уже потрясающий структуру того что здесь раскопали ученые до сих пор не могут понять что это это жилье храм что это то есть для нас это просто артефакт можем восхищаться сложностью постройки для того времени для десяти тысяч лет назад но разгадать мы этого не не можем и наверное никогда не узнаем вот и как быстро до прошло от просто линии на песке через убежище до уже сооружение которое можно назвать архитектуры и до сооружений которые несут в себе столько информации что мы не в состоянии сейчас ее не прочесть не осознать не понять вообще никак дальше опять же пока не касаемся нашего родного перейдем к этому чуть позже просто вот такой небольшой экскурс в архитектуру следующий качественный скачок на он произошел в египте когда за довольно короткий период времени около 500 лет а была выработана очень встроенная система ордерная строительная да это не имеет отношения к теме нашего курса к жилью это сакральная архитектура и жилье простых смертных было конечно же гораздо более простым утилитарным на уровне хижины но тем не менее именно то что мы видим здесь и можно считать архитектурой и нужно считать архитектуры и уровень мастерства уровень композиционного мышления уже тогда а вот этому сооружению это храм хаджапсут вот тоже гораздо больше трех тысяч лет по моему около 4 мастерил вам ничего не напоминает эта штука этот храм мавзолей совершенно конструктивистское сооружение на красной площади у нас красуется вот реплика храма хаджапсет тут мы уже приближаемся к основной теме лекции тому что у любого архитектора опора может быть только на традицию на ее понимание на ее знания и на осмысленное отношение к ко всей истории архитектур которая у нас и этим ни в коем случае нельзя пренебрегать мы все должны пользоваться в наработками наших предшественников то есть у нас с вами в запасе около десяти тысяч лет работы архитекторов до быть специалистом вот каждом периоде абсолютно невозможно но знать это все понимать строй того как это работало как это генеалогию каждого объекта обязательно потому что зная чужие приемы вы сможете сформировать свои зная эти работы у вас всегда будет ориентир есть чем сравнивать потому что основная беда плохого архитектора это отсутствие внутреннего ценза это когда человек не понимает что такое плохо что такое хорошо а это по ним не понимание она коренится в только в одной проблеме это в отсутствие знания истории архитектуры отсутствие знания работы предков предков в самом широком смысле слова самом широком смысле слова мы не ограничиваемся нашим регионом сейчас мир стал очень маленький самолет и и радио сделали свое дело границы исчезли по крайней мере информационная поэтому предков нужно воспринимать очень и китай и мезоамерика и месопотамия все было у вас время раньше на изучение этих вопросов или нет я не знаю вот я свое время историю архитектуры посвятил достаточно много времени в основном я был ориентирован на нашу европейскую традицию на ордер вот эта картинка здесь неспроста весь как раз очень хорошо показана эволюция но к ней можно относиться с очень большим сомнением потому что я честно говоря в это не верю когда долго в это всматриваешься ну вроде бы да похоже но и равно в какой-то момент происходит качественный скачок и вот как здесь в правом углу в верхнем очень простая схема точно балочной конструкции вдруг превращается в беспредельно изящную ионическую колонну его чувствовать раствор этих форм очень важно потому что движение в архитектуре она может быть в две стороны в увеличении декоративности элементов и наоборот в их уменьшение дальше я опять же проиллюстрирую как это работает на конкретных объектах этим приемом вы тоже должны владеть стараться овладевать этой техникой насыщать деталями когда это нужно и убирать эти детали намеренно когда это тоже нужно но для того чтобы делать это свободно вы должны свободно владеть и этим языком ордером в том числе который тоже развивался очень долго блин да что ж такое извините очень долго и целенаправленно и вот например один из моих любимых архаичных храмов это храм гера где дурика такая на наиболее героическая по форме очень тяжелая очень основательная которая там через пару сотен лет достиг своей вершины в развитии в парфеноне вот произведение которое не провязать не превзойдено более никогда а и вот эту историю есть есть если вы ее знаете и понимаете и чувствуете но во первых вы получаете огромное удовольствие от процесса этого познания и понимания как форма меняется но и вы получаете инструмент очень сильный а вот теперь переходим к нашей близкой родной теме к нашей локальной архитектуре или региональный вот это амбар в принципе это могла бы быть избушка охотника можем это назвать домом можем но на уровне категорий которые я задал наверное это все таки еще не а произведение архитектуры это просто убежище эта функция которая в нашем климате с обилием тех материалов которые нам дает природа приобрело именно вот такую форму ну наверное как одно из крайних выражений это вот это она это там барчик просто мы безумной же красоты до штуковина хотя здесь кроме функции нет вообще ничего четыре стены шалаш наверху дырка для входа этим уже можно восхищаться но наверное это все таки еще не архитектура дальше но один из примеров а таких дальше когда можем себе представить есть как какое-то поселение наших с вами предков там древлян не знаю полян кого угодно они поселились на берегу реки начали строить дома семьи начали вырастать от отцов стали отделяться семьи их сыновей сыновья смотрели как дома строю их папа и где-то начинали добавлять к сооружению какие-то детали появилась вот та символика помните на объекте из африки то есть как только появляется символизм как только появляется возможности время кроме того чтобы получить себе убежище еще и рассказать какую-то историю плюс использовать те же символы для охраны своего внутреннего мира появляются детали которые уже начинают потихоньку диктовать определенный строй самим сооружением дальше все развивается также как и везде кто-то богатеет развивается у него появляется необходимость в расширении своего внутреннего мира мира своей семьи это опять же отражается на том что мы видим на сооружении меняется среда меняется подход к отделке на это уже происходит в ситуации когда появляются излишки производства когда есть время есть материал и можно задумываться не только о том чтобы накинуть себя какую-то тужуку и спастись от холода но еще и с помощью своего дома что-то сказать миру о себе самом о своем роде прежде всего и вот развитие этих элементов она скорее всего происходило передаваясь от отца к сыну вот прадеда правнуку и так далее ну то есть я клоню опять же к тому что нам нужно обязательно в своей работе всегда опираться стараться опираться на традицию независимо от того работаете вы в минимализме играете в тетрис с простыми формами если у вас нет ощущения связанности с тем что было до вас то хорошая работа не получится опять же чтобы не быть голословным я это продемонстрирую чуть позже сейчас просто образцы думаю всем знакомые вам и близкой до боли архитектура вот по поводу этого дома же можем сказать что это уже произведение архитектуры я думаю что да я думаю что да здесь уже да это архитектура вы можете сказать ну что тогда получается что архитектура связана только с тем что у нас есть какое-то количество декорации на фасаде или нет и если мы обдираем из дома декор то все мы лишаем его звание архитектурного произведения нет господа все не так просто посмотрите на храм на втором плане на нем практически декорация нет тем не менее пластика сооружения его выразительность именно архитектурная на мой взгляд она очевидна поэтому дело здесь не в декоре а в чем вы спросите вы дело а в том что на самом деле хороший мастер вот этот декор его наличие или отсутствие должен подразумевать своей своей работе и должен его убирать намеренно я не знаю видели ли вы мое интервью которое брал у тимура каримова вот даже в первой части там было понятно что он он намеренно ушел вот он поисках своего лица своей стилистики он добился вершин он наверное на сегодняшний день один из самых узнаваемых архитекторов который работает в традиции и тем не менее вы на его домах не найдете не колонн не резных как уж вообще ничего он научился так тонко работать с пластикой ему эти детали уже не нужны мы уже их начинаем додумывать вот это вот для меня высшее мастерство то есть когда человек взял из эклектичного здания содрал убрал бы всю эту мишуру и при этом а здание осталось безумно привлекательным безумно сложным по архитектурному ей языку для меня это высшее мастерство и собственно говоря я буду пытаться вместе с вами поскольку вот таком таким мастерством я не владею сам идти к нему выработал свой собственный язык следующее это тоже сруб на самом деле это тоже изба но слегка одета это игра опять же с традицией игра с традицией здесь в вологе но тем не менее с традицией немножко нам чужеродные да здесь и паладеанская какие-то мотивы чувствуются и где-то можно даже увидеть парфеном но это тоже игра с традицией и дальше уже может быть слегка такие анекдотичные формы эти игры приобретают но тем не менее это развитие это развитие и поиск который в какой-то момент приходит к совершенно неожиданному результату смена строя смена мировоззрения смена философия и мы получаем вот мельниковский павильон или вот фабрика этого мохорка по моему павильон мохорка в москве тем не менее связанность есть тот самый случай когда архитектор собрал у себя в голове такую капилляцию из того что он видел с чем с чем он жил убрав декор но оставив выразительность пластическую получил новое направление в архитектуре вы можете не чувствовать связанности для меня это есть на очевидно можете потом пересмотреть этот сюжет и убедиться в том что я прав это наверняка известная вам работа татана кузамбаева это уже аллюзия и переработка тема которую которую задал мельников леонидов так ли то есть через сто лет вот это появляется пирогова и является но одним из таких знаковых произведений уже современная архитектура это по-моему белоусов если не ошибаюсь но тоже совершенно современный дом абсолютно современный дом богатая пластика выразительность если родство с этим всем я думаю что есть очень далекая очень опосредованная очень переусложненная но вот здесь это есть здесь смесь и русской избы и классическая архитектура орден и надеюсь что вы чувствуете эту связь также как и я надеюсь если не чувствуете то почувствуете это бродский жилой дом и если вы не видите в нем отсылки профенону прямой отсылки причем он ну я могу вам только посочувствовать она есть и зная творческий путь бродского я могу это утверждать полную уверенностью и вот какая трансформация произошла да наверное одна из самых крайних форм и тем не менее это вот в это шедевр современную архитектуру наших деревянных деревянного зодчества вот здесь этот прием тоже читается на тут как бы ну такая очень очень грубая попытка совместить из будет тот же парфенон но здесь он просто это сложил по по уровням и сразу получилось вот такая очень сложная поэзия очень сложная метафора объединение двух традиций в одном сооружении но тем не менее это получилось это сработало вот к такому общению с материалом я и пытаюсь вас подвести любое ваше произведение любая ваша работа должна быть поэзией это должен быть стих или музыка но это должно быть сложно с точки зрения идеологии точки зрения истории потому что вы тоже часть истории архитектура если вы к этому так не относитесь то бросайте профессию бегите в сварщики вы своими руками делаете историю архитектуры не больше не меньше и на меньше и заходить в принципе смысла нет но чтобы это реально было историей архитектуры это должно быть произведением искусства со всех точек зрения это не должно быть решение в лоб это должна быть всегда песня который сочетается и поэзия с метафорой и музыка с ее эмоциональностью казалось бы да это можно отнести и к минимализму и конструктивизму и чему угодно из современных стилей и тем не менее это очень близко к этому амбару просто убранной детали не нужна была символик все 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 символика этих ветровых досок с узорами которые работали как обереги он немножко сделал акцент на динамике свесок ровлен вот на этих опорах и тем не менее получилось такое же очень очень певучие произведения практически без единого лишнего штриха гениальная штука если вы воспринимаете эту архитектуру просто как новую современную архитектуру нет вот здесь за этим объектом лежит знание и понимание традиции прежде всего традиции прежде всего нужно очень хорошо знать нашу архитектурную грамоту если вы чувствуете что у вас есть пробой например в понимании ордерной системы независимо от того когда-нибудь вы будете в жизни использовать ордер или нет но ордер нужно изучить нужно перелистать пару раз и виниолу и палладию хотя бы просто просмотреть для того чтобы почувствовать этот строй почувствовать эту музыку почувствовать правило того как как это работает потому что вот это здание совершенно спокойно можно если добавить колонны как колоннаду отрезать фронтон и подвести еще пару опор совершенно спокойно можем превратить в античный храм для меня это один из способов проверки качества сооружения это попытка одеть на него ордерную систему неважно от времени создания этого объекта и место если я могу одеть на него ордер это хорошо выглядит значит все правильно это как очень простая проверка набрасываешь мысль на ордер сверху если ложится все хорошо дальше уже начинаешь смотреть там пропорции так далее так далее и опять вот вернемся к храму царицы хад шипсут здесь ордера нет но тем не менее вот музыкальный строй сооружения он есть он чувствуется он даже через фотографию да на вас действует очень хочется туда попасть все никак не могу доехать потому что в живую наверняка вы воздействует еще еще сильнее и опять же до отсылка через две тысячи лет это появляется красная площадь и точно так же действует как символ как манифест и те кто знает эту отсылку а вот я получаю от наблюдения за композицией в зале гораздо больше удовольствия чем человек который не знает что в древнем египте был построен вот этот храм это усыпанец то есть для меня вот в этой связке много тысяч лет развитие архитектуры поэтому для меня любое архитектурное произведение когда я могу разложить и прочесть историю его создания мне приносит гораздо больше удовольствия как зрителю потому что я знаю откуда это росло на этом все лекции мы закончили